Здравствуйте! На телеканале Ника Плюс. Время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Сегодня в нашем выпуске. Скоро марта. С зимними проблемами коммунальщики Петрозаводска так и не справились. Не проходите мимо. Оставьте подпись. Защита школы. Судьба 45-й. Кто защитит школу, если не ученики? А я вырос на два метра. Я работал кузнецом. Душевные песнопения при полном аншлаге. Третья годовщина Дорожного радио в Петрозаводске. Первая и давно уже главная новость. Погода. Метель, которая продолжалась больше суток, уже завтра вновь сменят морозы. Дороги в городе как полоса препятствий. ГИБДД настоятельно рекомендует быть максимально внимательными. За день в городе произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Больше, чем обычно. Справедливости ради надо заметить, большую часть центральных улиц к утру расчистить все-таки успели. Однако такая оперативность в течение дня мало где наблюдалась. Поэтому автомобильный поток двигался медленнее обычного. Никакой снегоуборочной техники мы не заметили и во дворах. Сегодня их просто замело. Положение не спасали даже дворники. Многие из которых вышли на уборку не в 7 утра, как обычно, а в 6. Многие из которых вышли на уборку не в 7 утра, как обычно, а в 7 утра, как обычно, а в 7 утра, как обычно, а в 7 утра. Мы успеваем крылечки полностью почистить и тропинки сделать и все. Кроме заметенных дворов, недовольство у горожан вызывают сосульки и снежные шапки на городских крышах. Так жильцы дома номер 30 по улице Гоголя уже больше месяца обращаются в самые разные службы. Однако пока от опасной наледии сосулек их никто так и не избавил. Смотрите, больше полуметра. У нас даже нет козырька, чтобы огородить, спрятаться куда-то. У нас дорожечка, ни скорой помощи подъехать невозможно, никакой транспорта. Жильцы дома номер 12 по улице Куйбышева, в свою очередь, готовы жить с наледью и сосульками, лишь бы и близко никого не допускать на крышу дома своего. Дело в том, что когда работники управляющей компании сбивали сосульки, они повредили кровлю. И теперь сразу в четырех квартирах среди зимы настоящий сезон дождей. Бессонные ночи для пенсионеров Нины Александровны и Владимира Андреевича стали привычным делом. Вот только нервы уже не выдерживают. Ему 78 дней на день советской армии подарочек. И теперь у нее 1 числа день рождения. Из-за продолжительного снегопада с потолков капает сразу в двух комнатах. Однако виной всему вовсе не капризы природы, а работники, управляющие компанией Жилфонслужба, которые еще в декабре в борьбе с сосульками явно переусердствовали. Жильцы были в шоке, когда увидели, как небрежно коммунальщики сбивают наледь с новой капитально отремонтированной кровли. Берут топор и тюкают топором. А разве так возможно? Столько ремонта было сделано, что это сколько будет стоить. Теперь исправлять ошибки, а точнее латать дыры после одной управляющей организации будет другая. С нового года этот дом в ведении Карельской лифтовой компании. Однако внятного ответа, когда остановится капель, ни там, ни даже в жилконтроле не было больше недели. Скоро работники управляющей компании вновь начнут сбивать сосульки с крыш. Теперь остальные в этом доме опасаются, как бы одновременно с этим над их квартирами не образовались сквозные дыры. Сегодня после нашего визита к пенсионерам работники Карельской лифтовой компании тоже наведались в этот дом. Они составили акт проверки и пообещали, что уже на следующей неделе начнут делать временный ремонт кровли. Сохраним 45-ю школу. Под таким лозунгом учителя и родители учеников вышли на пикет. Не остановил защитников школы даже 30-ти градусный мороз. Напомним, здание школы, администрация города предложила отдать лицею номер один. Таким образом, сама школа должна исчезнуть. В марте на очередной сессии Петросовета депутаты будут решать судьбу 45-й. К этому моменту учителя, ученики и их родители хотят подойти во всеоружии. Мэр уволил директора. Родители собрали пресс-конференцию и высказали свой протест, написав письмо в прокуратуру. Их не включили в экспертную комиссию. Снова обращение в прокуратуру. Далее обращение к депутатам города и Карелии. Законодатели уже присутствовали на общешкольном собрании. Осталось узнать мнение горожан. Ради этого в 30-ти градусный мороз родители и старшеклассники вышли на пикет, чтобы собрать подписи в защиту родной школы. Не проходите мимо, оставьте подпись в защиту школы 45. Планируем предоставить, показать, встретиться с главой Сергеем Леонидовичем Катанандовым, с Николаем Ивановичем Левиным. Ну вот дальше мы сейчас планируем работать с депутатами, будем выходить на каждую комиссию рабочую. А на рабочей комиссии мы готовы. У нас есть уже много материала по школе. И плюс еще по результатам работы с общественностью. Что город нас поддерживает, что подписи есть. И это реальные факты того, что люди не против и поддерживают наши действия. За два дня проведения акции собрали более тысячи подписей. А в предстоящие выходные родители и дети планируют снова напомнить о себе. Выйти всей школой на лыжню. Петрозаводске. Доктора рекомендуют индивидуальное обучение по состоянию здоровья. Тем не менее, как признается мальчик, он уже большой и самостоятельный. И на занятия в школу может приехать не только в сопровождении взрослых, но и один. Тем более, если эта история – его любимый предмет. Я, кстати, сам придумываю свои истории. И всегда мне это нравится. Я их сам придумываю в голове. Таких особенных детей в 34-й школе 10. Одни из них занимаются только на дому. А остальные уходят в школу и учатся вместе с обычными детьми. И это уже большое достижение. Чтобы детей с серьезными отклонениями здоровья приняли в детском коллективе без проблем, здесь проводили уроки доброты. У нас все эти уроки прошли на ура. Потому что и дети были заинтересованы. Никто даже не обращал внимания, что он плохо двигается. У него руки плохо работают. А все вместе решали проблемы. Долгое время в России детей-инвалидов учили в специальных интернатах или только индивидуально на дому. Во взрослую самостоятельную жизнь они выходили неподготовленными. Трудности общения со сверстниками – полное незнание обычной жизни обычного человека. Поэтому в Карелии решили, несмотря на трудности, особенные дети должны учиться с обычными вместе. Опыт показывает, что обучение ребят в массовой школе в целом государства обходится меньше, чем обучение в специализированных учреждениях. Другое дело, что на старте вначале нужно вложить определенную сумму. 34-я школа стала пилотной площадкой проекта. Поэтому здесь и собрались, чтобы обсудить промежуточные итоги. Возникающие вопросы и все за и против. Например, представитель детей с серьезными нарушениями слуха Ольга Огнева говорила, учить ее подопечных поодиночке в разных школах – большая проблема. Такого количества сурдопереводчиков у нас нет. На сегодня в Петрозаводске для слабослышащих детей есть группа в обычном детском саду и в обычной городской школе. Там с ними занимаются хорошо подготовленные специалисты. То, что у нас создано, это очень даже здорово. Потому что в обычной школе ребята видят, что обучаются глухие, слабослышащие дети. Что у них те же самые проблемы в плане, что они обычные ребята. В любом случае в вопросе обучения особенных детей стоит учитывать все мнения. Особенным детям нужен и подход особенный. Что такое болдеринг? Узнаем сразу после небольшой рекламы. Девушка, а кому за покупочку заплатить? Можете не платить, берите так. Выбирая бытовую технику в Шансе, вы получаете дополнительную скидку и возможность отложить первый платеж. Только в феврале, только в Шансе. Вы приходите и просто берете то, что вам нужно. Оформляйте скидку, а первый платеж можете сделать только через три месяца. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского торгового центра. А также в новом магазине мужской одежды на Андропова 9. Золотой Овен представляет. Международная выставка кошек. 6 марта. Выставочно-развлекательный центр «Калейдоскоп». Более 100 участников. Представление новых пород. Ярмарка сувениров для любителей кошек. В магазине «Позитроника» ты купишь компьютер заводской сборки всего за 7 990. Круто! Магазин «Позитроника». Гоголевский центр. Безмятежное спокойствие. Нежные прикосновения. Брызги дождя и шум прибоя. Ванны и душевые кабины. Магазин сантехники «Сон». Лассасинское шоссе 26. Торговый центр «Столица». Нежность. Спокойствие. Страсть. Тишина. Бастет в гармонии с тобой. Цифровое телевидение. Новый уровень восприятия. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем наш выпуск. В Петрозаводске появился скалодром. По сути, это единственный специализированный центр, где могут оттачивать свое мастерство спортсмены-скалолазы. Поэтому неудивительно, что в зале сразу же провели чемпионат и первенство города. Соревновались наши спортсмены в двух дисциплинах. Болдеринг и трудность. Почти что компьютерная игра. Пройти уровень за уровнем все трассы и собрать как можно больше бонусов, обозначенных квадратами. Таков смысл состязаний по Болдерингу. Трассы маленькой протяженности, примерно от 4 до 8 перехватов, но требуют достаточно большого силы. Сила мышц в скалолазании далеко не все. Сила духа, значит, здесь не меньше, чем ловкость и гибкость. Я не могу! Поэтому, уверяют тренеры, этот вид спорта подходит и для девчонок, и для мальчишек. И тем, и другим гарантирует гармоничное развитие. Я сначала вообще лазила, сразу падала. Но потом со временем руки развиваются, и ты уже лазаешь спокойно. Трассы нового скалодрома для самых маленьких спортсменов оказались практически недоступны. Рост не позволил большинству достать до заветного финиша. Это ж тяжело. Ну, для них да. Потому что ребята более чем в спорт ушли, и не ставят поцепленные маршруты, чтобы точно проходили. Я думаю, как педагог, я бы поставил две трассы, которые гарантированно проходили. Закончили строительство скалодрома ночью накануне соревнований. Может быть, поэтому он и не успел стать универсальным. Но тем не менее, для развития скалолазания в Петрозаводске это большой шаг вперед. К сожалению, уже 15 лет имена карельских спортсменов не звучат даже на соревнованиях северо-запада. Полный аншлаг собрал концерт в честь трехлетия вещания в Петрозаводске дорожного радио. Поздравляли работников и слушателей, самые популярные в столице Республики радиостанции, исполнители из Санкт-Петербурга. Ну, а вела церемонию известная радиоведущая Алиса Шер. Паралуния, Паралуния, приходи, моя колдунья, мы с тобою погадаем, она люба. За рекой, за реченькой плачут где-то и волка. А я вырос на два метра, я работал кузнецом, сел за руль и еду с ветром, и гляжу вперед лицом. Я приехала к вам в город, меня зовут Алиса Шер. Алиса Шер известность приобрела еще на легендарном радио «Модерн». Теперь руководит радиостанцией «Питер-ФМ», директор одного из клубов, автор книг «Как никогда не выйти замуж» и «Я была женой Дмитрия Нагиева». Экс-супруга известного шоумена в многочисленных интервью дает женщинам вредные советы, сочиняет правила поведения на первом свидании, кокетничает с мужчинами. Делится опытом работы на радио с молодыми и уже популярными ведущими. Чтобы стать известным радиоведущим, надо обладать харизмой, надо уметь владеть своими чувствами. Радиостанции, они же... Мы работаем для людей. И знаешь, как я всегда говорю, 24 часа в сутки мы работаем только для вас. Удачи вам, любви. Ничего не бойтесь, целуйтесь в губы, живите сердцем. Все только начинается. Полную версию интервью с Алисой Шер смотрите в программе «ТВ по-нашему». Она выйдет в эфир незадолго до профессионального праздника всех работников радио. Ждите мая. Конечно, конечно. Салун Санчес снова работает. Некоторое время это заведение было закрыто на ремонт. И теперь снова открыло свои двери для посетителей. Повар Сергей снова делает традиционные салаты мексиканской кухни. В салоне Санчес он работает с самого открытия, без малого 10 лет. Совсем ненадолго заведение было закрыто. За это время его отремонтировали. Освежили интерьер. Здесь стало еще красивее и уютнее, чем раньше. Но дух той самой Мексики в салоне Санчес остался неизменным. Отдельные кабинки располагают к спокойной и душевной беседе. Если вы пригласите сюда на переговоры своего партнера, вашей беседе ничто не помешает. Для тех, кому мексиканская кухня не очень близка, в салоне Санчес предложат в большом ассортименте блюда традиционной европейской, более привычной нам кухней. В обеденное время всем посетителям предлагаются 20-процентные скидки на блюда. Кстати, если вы решили заглянуть в Санчес всей семьей, то для детей здесь приготовлено специальное предложение. В Петрозаводске несправедливо распределена заработная плата учителей города. Так считает наш обозреватель Тихий Александр. Материалы этого выпуска и другие новости доступны в интернете по адресу никодефисmedia.ru. Сегодня на нашем канале вас еще ждет глаз народа. А в цифровом пакете кабельной сети Ники на телеканале «Телепутешествия» смотрите программу «Практическое руководство экстремального туриста». У меня Дмитрий Николаев. На сегодня все. Не проспите. Матч Россия-Канада. До свидания. Передача «По-тихому» поставила перед телезрителями вопрос ребром «Ждать ли учительский бунт?» Около 900 человек сказали категорично «Да». Это невозможно, ответили 209 человек. Все дело в том, что оклады педагогов Петрозаводска несправедливо разбиты на две группы. Одна группа получает 5000 рублей, оклад без всякого рода надбавок, а другая почему-то 6500. Это вызывает серьезный протест у педагогов города. Причем главное негодование в том, что выбраны школы для повышенных оплат не по принципу высоких показателей, а чисто механически. В данном Петрозаводском случае это все сороковые номера школ города. Плюс еще несколько других учебных заведений. Причем дополнительные деньги идут не из какой-либо другой отрасли, а из той же строки бюджета. На деле это получается так, что изымаются средства из фонда успешных школ и передаются на оплату труда педагогам этих 11 школ. Причем бюджет уже сверстан, законодательство не позволяет отнимать тарифицированные средства, а Петросовет до сих пор не узаконил норму подушевого финансирования одного школьника города Петрозаводска. Создан механизм, удобный для коррупции, так как директора школ по-разному получают финансирование своих учебных заведений. Если в ближайшее время справедливость оплаты труда не восстановится, то, как говорят в опросе петрозаводчане, будет учительский бунт. Читайте в свежем номере газеты Петрозаводск в четверг, 25 февраля. Петросовету три года. Чем нам запомнились народные избранники за это время? Как будет расти наш город? Чиновники придумали, как бороться с уплотнительной застройкой. Особый случай. Ветеран воевал за нашу победу, а российский паспорт получил только сейчас. Квадратные метры или исповедь сироты, которая вынуждена была жить в подъезде? Подростковая наркомания. Специалисты рассказывают, как уберечь своих детей. Кроме того, самые интересные городские новости, полная программа телепередач, прогноз погоды, афиша городских событий, подробный гороскоп, полезные советы и конкурсы с призами для наших читателей. Все это вы сможете прочитать в свежем номере газеты Петрозаводск. Золотой Овен представляет Международная выставка кошек. 6 марта. Выставочно-развлекательный центр «Калейдоскоп». Более 100 участников. Представление новых пород. Ярмарка сувениров для любителей кошек. Цифровое телевидение. Новый уровень восприятия. Магазин «Королевский размер» проводит лотерею с 20 января по 20 февраля в мужском зале, с 6 февраля по 6 марта в женском зале. Победителей ждут супер-призы. Центр моды. Все для парикмахеров и их клиентов. Профессиональные инструменты и аксессуары. Косметика ведущих производителей. Средства по уходу за ногтями и волосами. Салоны «Центр моды» на Ленина 3 и Калинина 48. Нежность, спокойствие, страсть, тишина. Бастет в гармонии с тобой. Знать базовое состояние своего здоровья не только полезно, но и выгодно. Время и деньги поможет сэкономить вам профилактическое медицинское обследование в железнодорожной больнице. Высококлассные специалисты нашей клиники проведут его по новейшим технологиям и методикам в удобном для вас режиме. Железнодорожная больница. Мы открыты для вас. Телефон 71-44-48. Звезда российской эстрады, поэт и композитор Игорь Наджиев с программой «Аленький цветок». Самая лучшая женщина. 3 марта в 19 часов в Большом зале филармонии. Телефон 77-45-57. Уникальная методика лечения теперь в Петрозаводске. Сухая углекислая ванна. Лечение более ста заболеваний. Псориаз, дерматиты, бронхиальная астма, климакс, сахарный диабет, простатит. Костная клиника Лизы Чайкиной, 5. Всем привет! Вы смотрите «Глаз народа». 22 февраля телекомпания «Ника» отметила свой день рождения. Именно в этот день, 19 лет назад, вышел первый выпуск информационной программы «Нотабена» про образ нынешних новостей. Сегодня мы пообщаемся с теми, кто работает на телекомпании. В то время мы чувствовали себя обделенные работники телевидения, потому что мы говорили не то, что думали. А в тех рамках, в которых мы чувствовали, это делать было нельзя. И когда в 90-м году вышел первый закон, который позволял регистрировать и делать собственное телевидение, я и мои товарищи по работе поняли, что надо уходить и делать что-то свое. И вот 5 мая 90-го года я ушел с гостерадио, и так как я понимал, что затраты безумные на эфирное вещание, мы начали с кабельного, потому что кабельный имеет хоть какие-то доходы и хоть можно на что-то жить. Желание предоставить что-то новое, этот энтузиазм, эти новые технические решения, которые мы использовали, вот на этой волне эмоций, на этой волне энтузиазма, на этой волне желания сделать что-то новое, и родилась Ника. Когда я пришел на Нику, я занимался подключением абонентов. То есть бегал по квартирам, подключал абонентов, абоненты радовались, говорили спасибо, потому что у них было 3 программы, а становилось целых 5. На самом деле все произошло случайно, потому что на пятом курсе, когда я училась на факультете психологии, я попала на курсы по пиару, там это было модное тогда направление, там я писала какие-то тексты, и когда мы уже закончили эти курсы, потом мне руководитель этих курсов позвонила и говорит, а ты не хочешь попробовать себя на телевидении? Ну, конечно, во сколько там, на пятом курсе, в 22 года, конечно, хочу. Ольга Пеменкова попросила съездить за нее на съемку, потому что я уже немножко знал, что такое камера и микрофон, я съездил, и меня пригласили. Видимо, получилось. Было уже практически 10 лет назад, мне поступило предложение, вот, Елена Максимова мне предложила, сейчас она координатор, замдиректора службы новостей, прийти на Нику на должность начальника отдела коммерческого вещания. Я какое-то количество времени думал, потом принял это предложение, и, в принципе, об этом не пожалел. Первое время я даже думал, за что мне такое наказание. А потом втянулся... Если серьезно, был конкурс объявлен на сценариста рекламного агентства «Прома». Я принял участие, тогда совершенно не умел печатать, а вот сейчас видите, как слепую могу печатать. Разговариваю с вами, а сценарий уже идет практически в прямой эфир. Это было 9 лет назад, как раз Ника отмечала свое десятилетие, и в феврале объявила очередной конкурс, ну, так мы условно называем «Алому и ищем таланты». Вот, я тогда забросила свою педагогическую деятельность, ушла с лицея, в котором работала, мне было скучно, я сидела дома, пошла попробовать. Вот, пришла на конкурс, увидела 50 длинноногих, длинноволосых нимф, которые пришли на этот конкурс, поняла, что у меня ничего не светит, расслабилась, решила получить удовольствие, неожиданно этот конкурс выиграла. Корреспондент, он не должен быть равнодушен к тому, что он делает. То есть, если ты приезжаешь изначально, и в сердце у тебя ничего нет в мозгу, то ты ничего и не привезешь для телезрителя интересного. То есть, главное пропустить все через свое сердце. Журналист должен всегда во всем сомневаться. Как это ни печально, ты никому не должен верить. Ты должен взять интервью и одной, и другой стороны, и подать это, и стоить с другой стороны, не доверяя как бы никому, ни тому, ни другому. Самое главное – смотреть на мир широко распахнутыми глазами, интересоваться жизнью. Вот когда тебе перестанет быть интересным, тогда ты перестанешь быть журналистом. Хороший рекламщик – это тот, кто хорошо помогает бизнесмену, который заказывает рекламу, продвигать свой товар. Человек, который понимает задачи именно конкретного заказчика. Эта профессия не для каждого. Это кажется, что реклама – это поверхностно, это, значит, очень просто. Рекламным делом может заниматься небольшой круг людей. Рекламщик, он должен иметь познание и в области психологии, менеджмента. Он должен быть хорошим маркетологом, знать рынок. И самое главное – это должен быть человек, который умеет целеполагать. У нас проект совместный с нашим радио. Мы с Андреем Белым делаем, как мне кажется, интересную программу с нашим режиссером Игорем Яниным. Такого на Нике еще не было. У нас работают сразу две студии. Интерактив такой идет. Студия нашего радио, студия телевизионная. За эту программу мы уже получили высокую премию. Среди сетевых партнеров РЕН-ТВ мы победили. Кое-какие интересные достижения у нас были. В прошлом году наш промо-ролик занял первое место среди промо-роликов рекламных агентств городов в сети вещания сетевых партнеров РЕН-ТВ. В планах увеличения числа каналов, естественно, в планах повышения качества за счет улучшения технологии передачи, повышения качества аналогового сигнала. Ну и, в принципе, все, чем мы занимаемся, это работа на удовлетворение потребностей населения в качественном телевизионном вещании. У Ники очень много наград, вот только не хватает статуэтки Тэфи, о которой мы все мечтаем. И сейчас уже у нас есть основания об этом мечтать, потому что новости Ники в тройке финалистов. Осталось сделать небольшой шажок, и мы эту статуэтку получим. Мне кажется, это будет вот такой логичный подарок уже к нашему 20-летнему, 20-летнему предыдущему. Я думаю, мы сегодня одна из самых современных телекомпаний на северо-западе 100%, которая может себе позволить все, что может позволить телевидение. Причем, имея очень небольшие бюджеты по сравнению, допустим, с федеральными каналами, мы просто никогда не сопоставимы. Мы достаточно хорошо и надежно вещаем. Девушка, а кому за покупочку заплатить? Можете не платить, берите так. Выбирая бытовую технику в Шансе, вы получаете дополнительную скидку и возможность отложить первый платеж. Только в феврале, только в Шансе. Вы приходите и просто берете то, что вам нужно. Оформляйте скидку, а первый платеж можете сделать только через 3 месяца. Золотой Овен представляет. Международная выставка кошек. 6 марта. Выставочно-развлекательный центр «Калейдоскоп». Более 100 участников. Представление новых пород. Ярмарка сувениров для любителей кошек. Тысячи рук каждый день открывают и закрывают наши окна. И это лишний раз подтверждает их качество и надежность. Магия окон. Золотой Овен представляет. 6 марта. Международная выставка кошек. Восточный экспресс-банк объявляет сезон весенних подарков. С 1 февраля по 8 марта 2010 года кредит на подарки 0% годовых на срок до 6 месяцев. Дарите праздник. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. На 25 февраля по данным Банка России установлен следующий курс валют. Доллар США 30 рублей 3 копейки. Евро 40 рублей 65 копейки.